Котировки, индексы, акции. Зачем забивать голову сложными терминами, если на валюте можно заработать гораздо проще? В банке купил по фиксированному курсу, а дальше полная свобода действий. На черном рынке никогда не знаешь, во сколько обойдется покупка. Некоторым особо удачливым валютчикам на разнице удается заработать едва ли не больше, чем они реализовали. О том, что нельзя наживаться на курсе, накануне пришлось объяснять сразу трем жителям заводского района столицы. О каждом из них по отдельности. В сюжете Татьяна Кашпур. Житель Наровли специально приехал в Минск, чтобы избавиться от долларов. Видимо, в столице спрос больше. Где, как и сколько валют он собрал, вопрос, конечно, интересный, но кто же сознается? Попался же 44-летний мужчина правоохранителем, когда обменивал незнакомцу 4000 долларов. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 11.2. Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций и контроля за их проведением. Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. В настоящее время проводится проверка. Задержанный далеко не единственный, кто решился заработать на разнице курса официального и им самим установленного. Накануне, опять-таки, в заводском районе правила проведения валютных операций пришлось объяснять еще двум дельцам. В городе Минске задержана 30-летняя минчанка, которая занималась незаконно валютными обменными операциями. Данная гражданка осуществила обмен 1850 долларов США на 28 миллионов белорусских рублей. По тому же курсу, но уже сумму поскромнее, попытался продать и 34-летний житель столицы. Стоит сказать, что мужчина безработный, по крайней мере официально. Не исключено, что заставлять деньги работать за него и есть дело, которое его кормит. Только за неделю правоохранительство задержали в заводском районе пятерых валютчиков. Общая сумма сделок превышает 10 тысяч долларов. Всем пойманным за руку дельцам грозит штраф максимум 18 миллионов рублей. К тому же деньги, попавшие в незаконный оборот, будут конфискованы. Татьяна Кашпор и Дмитрий Гаркуша, Зона Х.